МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Изначально я не совсем успел его как бы так приспособить к жизни, но недавно женился, и у меня теперь для этого есть супруга, которая домом занимается. Совсем недавно красавица Алена Гаврилова подарила Эмину дочку. Малышка родилась 31 декабря, за несколько часов до боя курантов. Но особый трепет. Семья испытала еще и потому, что девочка появилась на свет в день рождения мамы Агаларова, Ирины. Пока что своих любимых Амин от камер скрывает. Но на своей странице в соцсети все же поделился счастьем с подписчиками. И сразу получил массу поздравлений. Свадьба миллиардера и мисс Мордовия 2004 Алены Гавриловой состоялась летом прошлого года. Торжественный прием по этому поводу был устроен здесь же, в гольф-клубе Агаларова. Об этом событии написали все глянцевые издания. Невеста предстала в элегантном обтягивающем платье, а жених в классическом костюме с бабочкой. Два невероятных красивых художных и тонких человека мы объединяем вас мужем и женой. Среди гостей были замечены звезды первой величины и близкие друзья семьи. Валерий Меладзе, Александр Серов, Владимир Кузьмин, Зара, Григорий Лепс, Тимати. Ведущим церемонии стал Андрей Малахов. Эмин нередко выступает в дуэте со своими друзьями, самыми яркими звездами российского шоу-бизнеса. Вот мой друг Гриша Лепс, песня «Дороги», которую мы вместе записали. Аня Лорак, Валера Меладзе, Алексей Воробьев, Полина Гагарина, Сусопова Леашвили, Максим Фадеев, с которым у меня связывает тоже очень теплая, большая дружба. Прости, моя любовь, я отпущу тебя, я знаю, что я не вернусь, но ухожу туда, прости, моя любовь. Совместное выступление с Максом Фадеевым набрало более 24 миллионов просмотров на Ютьюбе и положило начало интересной традиции. В честь каждого успешного дуэта Эмин вешает на стену золотую пластинку. Сейчас их десятки. Я как бы сам не дизайнер, но человек с таким четким мнением, как все должно выглядеть. И у меня есть мой такой друг и архитектор Алексей Фурсов. Он сделал и мою квартиру, и мой дом. И эту студию тоже. Эта студия часто становится и площадкой для съемок видеоклипов. Обычно я сюда прихожу, надеваю вот эти наушники. Там у меня сидит звукорежиссер, стою и пою. Снова сердце попало, сердце попало, мы по разным полюсам, по разным полюсам. Кстати, на свои клипы Эмин не тратит баснословные деньги, как многие отечественные и зарубежные звезды. Ну, зависит. Последний клип, который я снимал, я его снимал здесь, вместе с Александром Софина. И на него ушло у меня 220 тысяч рублей. Эмин с детства знает цену каждому заработанному рублю. Несмотря на то, что его отец Арас Агаларов входит в топ-200 богатейших бизнесменов страны. Певец рассказывает, что его воспитывали в строгости. И за это он благодарен родителям. У меня никогда не было карманных денег. Родители очень строго меня воспитывали. И первые в 90-е, там, в 91-92 году, мне было лет 12-13, наверное, 11-12, На Садовом кольце было модно мыть стекла у автомобилей, которые останутся на стоках. И я там был один из самых рейтинговых мойщиков. Сегодня Агаларов – успешный бизнесмен, знаменитый певец, счастливый муж и заботливый отец. У него есть все. Но он такой же человек со своими слабостями. Любит вкусно поесть, расслабиться за бокалом вина. Но после этого артисту, конечно, приходится потрудиться над собой, выполняя упражнения в собственном спортзале. Я заставляю себя заниматься спортом. Соответственно, ну, всего понемножку делаю. Престами самое противное – борьба с кузом. Ну что, друзья, вот вам эксклюзивный тур по моему подвалу. Здесь, по-моему, никого из журналистов вроде бы не было. Но вы сегодня получили реальную экскурсию по тому, как я здесь живу, когда я здесь живу. Вот так.